Роза, если имеет лист, вы должны четко понять, что плотный лист, вы просто можете понять, что устойчивое растение, если у розы плотный лист. Если у розы темно-зеленый лист, либо светло-зеленый лист, по краске листа невозможно сказать белая роза или темная роза, потому что антоциановый лист, это вот с красным оттенком, может быть и у белой розы. По сортовой принадлежности это уже брюхом проползано. Что касаемо количества листочков, здесь опять-таки не обижайте розы, они могут иметь количество листочков до 14. Сортовая роза, но вот вы дальше, вы слушаете, сортовая роза. Вот смотрите, ред каскад, это плетистая миниатюрная роза, перед вами имеет 7 листочков, да? Эксекция, плетистая рамблер, однократно цветущая роза, имеет 7 листочков, но обращаем внимание на форму листочков. У ред каскада маленькие листочки, да? У эксекции побольше листочки. Вот и по размеру листьев можно понять цветок. То есть у ред каскада вот такой маленький цветочек до 2 см, у эксекции 3,5-4 см, покрупнее. Чем крупнее листь, тем крупнее цветок. И смысл вот этих слайдов, чтобы вы это тоже поняли. То есть по форме листа можно определить диаметр цветка. Ни цвет, ни махровость, ни принадлежность к сорту. И это все уложит. Следующий слайд.